Одинокие пожилые инвалиды в центре внимания смотровых комиссий. Задача представителей различных госструктур – выявить проблемный адрес и совместно решить, как оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В микрорайоне Железнодорожной в этот четверг решили сделать упор на старый жилфонд – общежитие барачного типа. У Мальвины Андреевны были проблемы с печным отоплением. Чтобы женщина зимой не осталась без тепла, коммунальные службы печь отремонтировали еще летом. Сейчас контрольное мероприятие. А в этой квартире двое малолетних детей. Пожарный инспектор проверяет безопасность печного отопления, дает конкретные рекомендации. Оборудовать жилплощадь автономным пожарным извещателем. Это общий совет, который звучал на всех адресах. Работа смотровой комиссии – это реальная работа с людьми. Из кабинета проблемные моменты незаметны. Они выявляются во время таких вот рейдов. Первый вопрос – это благоустройство и наведение санитарного состояния. Также возле домов и возле квартир. В квартирах обследуется вся электропроводка, печное отопление. Где проблемы у нас по ЖЭУ – это старый жилфонд. Старый жилфонд начинается с 1933 года. Есть дома с 1933 года до 1953. Это барачная типа, то есть двухэтажные дома. И результат конкретный есть. За текущий год в микрорайоне железнодорожной не было ни одного серьезного пожара. Отдельная проблема – это пьющие тунеядцы, антисанитария, скандалы и дебоши, угроза соседям, которые живут как на пороховой бочке. Тех, кто не становится на путь исправления, отправляют в ЛТП. Это общерайонная практика.